Привет ребята! Большинство из вас знает о нашем слепом коте, все-таки на канале есть целых два видео с его участием. Но это были истории о спасении найденыша от поразившей его опасной инфекции. И сегодня же будет несколько про другое. То, что кот слепой вовсе не должно его ограничивать. Да, возможно он не такой, как все остальные коты, но это не значит, что теперь его нужно все время жалеть. Поэтому мы стараемся всячески его подталкивать к разным активностям, чтобы он быстрее адаптировался к своему новому состоянию. Ведь по сути, если мы с ним не играем или не занимаемся тренировками, он только и делает, что спит. Причем где падает, там сразу и засыпает. Ну что ж, пора устроить коту небольшую зарядку. Сейчас мы проверим, как он сможет спрыгнуть с коробки, не понимая на какой высоте находится. С его точки зрения, пушистый будет, так сказать, прыгать в пропасть. Прыжки у котов в инстинктах, так что тем интереснее. Начнем с невысокой коробки. Кот долго не думал и сразу же принялся аккуратно спускаться, щупая стену лапками. В итоге он почувствовал пол еще до того, как оторвал задние лапы от коробки. Ему даже прыгать не пришлось. Это хороший признак, значит невзирая на слепоту, он не боится спускаться. Теперь мы заменим устойчивый ящик на шаткую картонную коробку. С нее он также спустился довольно легко. В последний момент под весом кота она начала падать, но он быстренько спрыгнул. Пора повысить ставки. Сейчас коту придется прыгнуть с высоты в несколько раз превышающий его рост. Сначала он долго не решался, прощупывал пространство, но затем все же прыгнул. Под этим углом он мог улететь еще ниже, но благодаря реакции и выпущенным вовремя когтям он остался на столешнице. Если вам кажется, что все это издевательство над котом, то лучше уйдите от экранов, мы так говорим даже своим друзьям. По нашему мнению, даже такая вещь, как отсутствие зрения, не является приговором для живого существа. Не стоит ставить крест на жизни, необходимо приспосабливаться под новые условия. Пушистик должен и дальше продолжать вести активный образ жизни, как и подобает когда-то уличному коту. Даже потеряв один из органов чувств, не стоит опускать руки и существовать в качестве овоща. В общем, даже с оглядкой на его положение, не нужно выносить приговор. В последнем видео с Котофеем, мы показывали, как он даже будучи слепым, реагирует на малыша Алабая. И это было совсем не мирно. Кот постоянно шипел, бросался, выпускал когти, готовясь к атаке. Видимо, он как-то по запаху распознает потенциальную опасность. Но ведь у нас есть еще и Джесси. А эта, самая ласковая собака из всех, что я когда-либо видел. Она никогда не лает, ни на кого не бросается, а еще очень любит, чтобы ей гладили животик. Джесси уже точно ни для кого не представляет опасности. Посмотрим, как эта собачка будет взаимодействовать с котом. Все же Джесси это не Алабай Миша и сама точно не будет активно проявлять интерес. Так что будем пробовать их сблизить. Когда их усадили в одно пространство, оба животных вели себя достаточно мирно по отношению друг к другу. Но ведь и кот, и собака довольно ласковые и каждому нужно, чтобы его гладили. Во время поглаживания Джесси попробовала понюхать пушистика и тот на нее немного пошипел, но без особой злобы. А затем они и вовсе устроили такое себе соревнование, кому достанется больше внимания. В какой-то момент кот и вовсе сменил дневную милость и стал тереться об Джесси. У нас есть два варианта, почему такое могло произойти. Согласно первому, у кота кроме обоняния, еще и отменно развита интуиция. И он с сердцем понимает, что Джесси добрая и не способна ему навредить. Либо же причина кроется в том, что Миша мальчик и Джесси девочка. Соответственно их запахи могут сильно отличаться. Как бы то ни было, результат действительно оказался крайне неожиданным. Но продолжим дальше и проверим интуицию кота. Для этого нам понадобится одеяло. Всем известно, что любой кот, как его ни кинь, все равно приземляется на лапы. Но тут стоит взять во внимание, что кот будет слепой. Проверим как это работает, ведь мы будем опускать кота спиной вниз метровой высоты. Что ж, три попытки и кот все время становится на лапы, переворачивается в воздухе еще до контакта с одеялом. Мы даже слоумой сняли, чтобы детально рассмотреть, как он так ловко выворачивается. И это интересно, ведь у него задействуется в основном позвоночник и сгибаясь тело, оказывается в нужном положении. Давайте взглянем на это действие еще и с другого ракурса. Итак, с метровой высоты кот приземляется успешно. А что будет, если уменьшить ее в два раза? И снова пушистик ловко переворачивается в воздухе, приземляясь четко на лапы. Раз уж мы принялись чередовать испытания для кота с реакциями, то теперь выясним, как он будет реагировать на насекомое. В данном случае на саранчу. Котейка для приличия немного потыкался носом в саранчу, а та приветливо пошевелила лапками, но особой реакции не получилось. Похоже, что пушистику абсолютно все равно, никакого интереса. А ведь насколько я понимаю, коты просто обожают играть с подвижными насекомыми. Возможно, такие вещи у них вызывают интерес только при прямом зрительном контакте. А чисто тактильный или по запаху саранча для кота вовсе не интересный объект. Мы неоднократно показывали, как кот реагирует на звуки. Нам удалось выяснить, что он все слышит, но часто просто не может понять, где источник звука и куда ему нужно направляться. По этой причине все время крутится вокруг своей оси, пытаясь угадать направление. Поначалу мы думали, что ситуация наладится и все пройдет, но спустя почти месяц практически ничего не поменялось. И тут у нас возник вопрос, может у кота ко всему прочему еще и проблемы со слухом? Но как это точно определить? Нам поможет вот это устройство, отпугиватель животных. Направляем его на кота, нажимаем кнопку и никакой реакции. Пушистик продолжает мирно лежать, вообще не обращая внимания на эту штуку. Даже с близкого расстояния ему все равно. Может сам отпугиватель животных неисправен? Есть лишь один способ это выяснить и тут нам помогут уличные коты. Эти тут же начинают со всех ног бежать от такого звука. Все работает, выходит, что проблема совсем не в приборе. Получается зрения нет еще и со слухом проблемы? Это объясняет, почему у кота настолько сильно обострилось тактильное ощущение. Теперь ясно, почему он так ластится, когда чувствует человеческие руки. Выходит, это одно из немногих доступных ему чувств. Для следующего испытания нам понадобится стремянка. Будем учить кота выходить из еще более сложных положений. Располагаем его на ступеньке ровно посередине и взглянем, в каком направлении он будет взбираться вверх или вниз. Первый раз он развернулся в нужном положении, а затем нащупав усами безопасную зону, стал лезть вниз. А вот на следующей ступеньке он уже стал медленно выверять свои шаги. Свесился вниз головой и долго думал как поступать, но это мало ему помогло, так что он вернулся в нормальное положение. В поисках оптимального варианта пушистик принялся крутиться вокруг своей оси, регулярно сканируя усами пространство внизу. В какой-то момент тактика начала работать и кот нащупал лапкой ступеньку лестницы, а затем уже поставил передние лапы на ступеньку и сместился еще ниже. Перед еще одной ступенькой пушистик даже особо не раздумывал, а сразу переместился на нее передними лапками. Но дальше что-то пошло не так и он завис в таком положении. Придя к выводу, что внизу безопасно, он все же отцепил задние лапки от верхней ступеньки. Дальше уже дело было за малым, но главное что ему удалось спуститься самостоятельно. Кот тщательно выверял каждый свой шаг и все же добрался до пола. Он даже решил немного потусоваться возле стремянки, видимо чтобы лучше изучить пространство. Помните как мы показывали вам птенцов, которых нашли в спиленном дупле? Когда они были еще совсем малышами, мы проверили реакцию кота на одного из них и теперь готовы показать вам. Птенец накормлен, весело стрекочет и готов к новым знакомствам. Он заинтересовал кота, тут же принявшегося обнюхивать незнакомое существо. В условиях дикой природы коты часто нападают на птиц, но в данном случае оба животных отнеслись к друг другу вполне лояльно. Птенчик все время лезет под лапы, животик, пока пушистые пробуют увернуться от пернатого. Впрочем кот делает это без злобы или раздражения и видимо что ему тоже интересно. Но как это часто бывает, интерес был недолгим. В какой-то момент кот как всегда решил спокойно полежать. Однако в компании кричащего птенца это не так-то и просто. А тот и сам рад стараться и мешает коту просто чилить. Закончилось все тем, что белый пушистик просто заснул почти не обращая внимания на раздражающего птенца. Может зрения у него нет, да и со слухом проблемы, но вот нервная система уж точно в порядке. По крайней мере не обращать внимания на раздражителя у него неплохо получается. А вам предлагаю обратить внимание на канал Иллюстрации Добра. Здесь вы найдете невероятные истории, интересные и поучительные рассказы из жизни. Все это сопровождается захватывающей сюжетной линией с непредсказуемым финалом. Ребята, давайте поддержим старание автора канала подпиской. Ссылку на Иллюстрации Добра вы найдете в описании. Сегодня все, пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok